ПОДПИШИСЬ! Ротору, безусловно, надо еще очень и очень много работать. Добавим, в условиях цитнота. Достаточно сказать, что число трехходовых комбинаций в исполнении обеих команд в первом тайме можно было сосчитать по пальцам. И одна из них на 22-й минуте зажгла табло. Мне кажется, команда Алани делала искусственное положение вне игры. Я открылся, а вне игры не было, я забил мяч. После гола Алани словно холодной водой окатили. Хозяева начали действовать активно и до перерыва устроили волгоградцам прямо какой-то праздник всепрощения. Один за другим из выгоднейших позиций мазали то поворотом, то банально по мячу. Корыцкой, Яновский, Зец, Бараса и Базаев. В ряде моментов Чичкин просто спасал свою команду, летая за главу гол почти любого корпорфильда. В итоге Алани удалось навязать ротору игру на удержание счета. Мне было все-таки волнение и вторая жажда за забитие гола, победа. Я думаю, она решает решающую роль в завершающей стадии отраки. Неголевая феерия продолжалась на протяжении всего второго тайма. Аланья просто оккупировала штрафную гостей, но с игры забить никак не получалось даже 99% для взятия ворот в ситуациях. Следуя логике матча, последовал стопроцентный. На 68-й минуте Слава Базаева прерывается в штрафной с нарушением правил, и арбитр матча Станислав Сухина указывает на 11-метровую отметку. Удар не выводит автора пенальти в ранг автора гола. Инициатива была на нашу группу. Еще раз повторюсь, что фарта нет у нас в последнее время. Между тем, соревнований на забивание с выгодных позиций не преуспевает и Ропер. Спартаку Гогниеву не удается поставить точку ни в одной из опаснейших контратак. И словно в отместку за такое пренебрежение своими дарами, Фортуна награждает Зураба Циклаури, вышедшего на замену в составе хозяев. Ослепительная улыбка. В принципе, все так банально произошло. В Баросе, Нериус, Сланга, простреление. Я как-то вот почувствовал, что надо идти на ближний. Буквально шипом забил, опередил чички на воротаря. Буквально шипом получилось, подошли шипом. У меня слетел ворот. 18 угловых, 27 ударов по воротам. Алания создает столько голевых ситуаций, сколько Владикавказская торсида не видела за весь второй круг чемпионата. Их, под конец матча, едва не оказываются в роли побежденного. Реакция Радича на очный рандову с Гогниевым разве что не чудо сродни. Финальный свисток Сухины возвещает о ничьей, которая не нужна была ни хозяевам, ни гостям. Задачи ротора и Алании усложняются до предела. И в фойе после матча уже не в полголоса обмениваются мнениями о вариантах расширения числа команд премьер-лиги. Ну, не знаю, если разговоры обезначить, может. Ну, как вы считаете, это хорошо или плохо? Я думаю, хорошо. Я не буду на этот вопрос отвечать по одной причине, потому что у нас команда на повседнем месте, да? И сказать, что я хочу, жажду, чтобы 18 команд, чтобы рот расстался. Не хочу, я думаю, как все решит все тренера, и президенты, и ПФЛ, и РФС, так оно и будет. Я буду присутствовать только их мнению. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова